Здравствуйте! В эфире Чигемская правда. Давно планировал сделать небольшую передачу по поводу тех комментариев, которые у нас появляются на YouTube-канале. В особенности они касаются событий в Грузии, грузино-абхазского конфликта. Там очень много, большинство комментаторов, это грузины, и у них такое свое представление об Абхазии, о конфликте, о многом, и что, ну, все, что с этим связано и так далее. Ну и разом как-то отвечать мне как-то не очень, то есть вот каждому из них отвечать сложно, точнее говоря, то есть у меня и времени, в общем-то, нет. С другой стороны, хотелось бы вот как бы отдельное, я уверен, наверняка они нас будут смотреть и, наверное, опять будут комментировать, но я бы хотел бы как-то вот, разве нафикс, всегда зафиксировать вот эту ситуацию, связанную с мифотворчеством и что в реальности, в общем-то, есть. И в этой связи у нас в гостях наш постоянный эксперт Астамор Таня. Астамор, здравствуй. Добрый день. Я думаю, ты читал, то есть вот этот набор грузинского представления об Абхазии, то есть это вот, начиная, давай начнем вот все-таки с Апсуицев, да, Апсуицы, Абхазы и так далее. Мы не знаем, во-первых, насколько репрезентативны эти комментарии, но они с завидной регулярностью, в достаточно таком массовом масштабе появляются, да. Конечно, я с тобой согласен, комментарии нужно периодически комментировать. Это такая живая связь с публикой. Вообще хорошо, что комментируют передачи. Это значит, к ней есть интерес. Так что хочется воспользоваться возможностью призвать как можно больше комментировать. Ну, давай начнем все-таки вот как бы с конкретики. То есть конкретика заключается, вот первое, что меня все время это раздражает, это то, что Апсуицы, есть такая, Апсуицы есть такие, и есть такие реальные Абхазы. То есть Апсуицы где-то в 16-17 веках они спустились с гор, быстренько ассимилировали грузинское племя Абхазов, куда-то их растворили, выгнали, ну, не очень понятно, там как бы версии разные. Ну, и в итоге вот стали себя называть Абхазами. И в то время как реальные Абхазы, кстати, не стали называть себя Абхазами, а называть себя Апсуа. Да, да. Хотел бы, и это теория Павла Энгаракова, которая там была в 40-е годы. Но на теорию это не тянет. Да, на теорию не тянет, но тем не менее она была взята на вооружение, ее с удовольствием до сих пор используют, и в том числе и некоторые грузинские историки, которые апеллируют вот этой теорией. Я бы хотел, чтобы ты все-таки как-то прокомментировал насчет соответствия. Ну, во-первых, что касается мифологии, ну, это неотъемлемая вообще часть формирования наций. У каждой нации есть своя мифология, в рамках которых формируется такое идеализированное представление о самих себе. И не очень такое хорошее представление о своих соседях. Ну, потому что нация противопоставляет себя другим нациям. И так исторически получилось. Грузинская нация, она, конечно, молодая нация. Так же, как и абхазская. В общем, процесс формирования наций, прошу не путать, этносы и нации, это совершенно разные вещи. Вот, нация даже может быть полиэтнической. Вот, или как грузинская нация может состоять из разных этносов родственных. В данном случае, вот как мегрелы, сваны, собственно, коротвелы. Вот, потому что это процесс, в общем, идеологический. Он напрямую связан с социально-экономическими процессами, с развитием капитализма. Вот, тоже те же самые процессы, мы можем наблюдать, происходили в Европе. Например, итальянская нация сформировалась во второй половине XIX века в результате объединения Италии. Вот, то есть, это достаточно не столь отдаленный во времени процесс. Естественно, возникновение наций сопровождается формированием мифологии. Очень большую роль в этом играют, конечно, не только историки, прежде всего, деятели искусства. Потому что искусство гораздо сильнее воздействует на эмоциональное, на человека, чем наука. Вот, поэтому, если вот мы посмотрим, как в этом романтизм, историзм, в живописи во всех этих странах, или в музыке, там, Вагнер, допустим, или, допустим, появление таких стилей, как неоготика, псевдорусский стиль. Это все связано с переосмыслением нации. Это уже новая формация, новая форма, более высокая, самовыражение этноса и его экономического развития. Вот, как вот она себя ощущает в окружающем мире. Кстати, вот интересно, если взять грузинскую литературу, 19-го, начала 20-го века, вот там, где есть Абхазы, мы можем видеть, что об Абхазах такой формируется достаточно идеализированный образ Абхазы, такого рыцарственного. Вот, это как раз связано с тем, что с поиском своего места, с изучением своей истории, потому что хорошо известно, что Абхазы сыграли ключевую роль в формировании грузинской государственности. Да, вот, поэтому искали вот место такое, идеальное место и для Абхазов. Вот, ну, когда этот процесс, когда не получилось, да, включить Абхазов в состав грузинской нации, появилась другая мифология, которая представляет Абхазов в таком виде каких-то неизвестно откуда взявшихся людей без рода, без племени. Вот, кстати, истоки конфликта, мне кажется, грузинское общество нуждается в осознании этих истоков конфликта. В основе истоков конфликта лежала как раз политика национального унижения, национально-культурного унижения. Вот, потому что у нас, у нас не было особых противоречий на экономической какой-то почве. У Абхазов и у грузин были такие ниши, которые друг с другом, экономические ниши, которые не мешали друг другу. Вот, вот, в основе развития этого конфликта лежало, конечно, вот это мифотворчество. Вот, вот, я читаю тоже комментарии, вот, но я понимаю, что не все люди обязаны быть историками. Вот, но просто есть элементарная логика, я тоже не хочу вдаваться совсем, какие-то источники перечислять, но есть же элементарная логика. Вот, говорят, что Абхазы говорят об Апсу, Апсуйцы. Вот, хотя грузины, собственно, название в грузин это экзоэтноним, внешнее название этнос. Сами грузины, в данном случае, я говорю о восточных грузинах, вот, к которым этот этноним и относился, это, у них самоназвание Картфели. Ну, это вообще-то Абхазия, называли со стороны. Да, Абхазия, Петрович имеет самоназвание, и вот такое внешнее название нашего этноса, приручье начало из грузинских источников. Но здесь ничего уникального нет. Ну, вот, как, вот, комментаторы пишут, что Апсуйцы говорят на адыгейском языке. Может, они, правда, полагают, что адыгейский, абхазский – это взаимопонимаемые языки, но между ними разница гораздо больше, чем между молдавским и португальским. Потому что более трех тысяч лет самостоятельного развития. Но если язык самостоятельно развивается, это же не просто так происходит. Это связано с тем, что произошла на каком-то историческом этапе взаимная изоляция этих языков. У адыгского и абхазского общий язык преды. Но очень давно, тысячелетия назад, больше трех тысяч лет назад, эти языки обособились. Это связано и с географией, это связано с экономикой, с разными процессами. То есть невозможно было адыгейцам спуститься с гор в Абхазию и за 300 лет выдумать язык, который будет непонятен. Вот, например, между украинским и русским языком 400-500 лет разницы самостоятельного развития. Они прекрасно взаимопонимаемые языки. Потом, что там еще пишут? Еще какая-то, все время пишут, что, а какое вам государство, что за государство, на какое государство вы претендуете? Ну, слушайте, если брать древнюю историю, средневековую, да, был период феодальной раздробленности. Были государства, много государств, гораздо больше было государств, чем сейчас. В том числе и на территории Грузии. И было Абхазское государство. Оно стало в основе лежало, потом объединение вот этих всех раздробленных государств. Потом снова это государство развалилось. Все эти части вступали в разные внешнеполитические отношения. А если говорить о сегодняшнем государстве, ну, достаточно посмотреть. Абхазы за свое государство борются. После начала конфликта, 14 августа, абхазцы же не 10 дней защищались. И не две недели. Несмотря на то, что соотношение сил было совершенно не в пользу, в разрыв, в пользу Грузии, Абхазы смогли выставить, да, нам пришли на помощь. Пришли нам на помощь черкесы, там казаки пришли. Ну, значит, абхазская политическая элита смогла выстроить такие отношения с окружающим, позволяю закончить, с окружающим миром, что к ним пришли на помощь. А что было до войны, давайте вспомним. Мы же помним, почему те народы русские, греки, эстонцы, которые здесь проживали, они увидели в Абхазах защиту. Ну, надо почитать газеты грузинские того периода. Какой-нибудь Ахалгарс декоммунисты, допустим. Что они писали. Как выступали грузинские лидеры, говорили, что нужно ограничить право в рождаемости для представителей других народов. Естественно, вот этот ультра-национализм, он оттолкнул другие народы от грузин. Вот, надо понимать по этому истоке, если мы хотим разобраться с конфликтом... Грузия для грузин был... Да, да, если мы хотим, или птичками, агрессивными птичками Хичкока называли, или лилипутами, опутавшими тело Гулливера. Ну, это же, да, это Шеварнадзе назвал, да, лилипутами, опутавшими тело Гулливера. Вот. Когда народ подвергается агрессии, он будет искать всяческие возможности для того, чтобы себя защитить. Вот. Если взять, посмотреть, сколько погибших, во время войны с абхазской стороны погибло порядка двух с половиной тысяч человек. Это военные, военные потери. Из них абхазов около тысяч восьмисот. Вот. То есть мы видим... Да, конечно, мы очень благодарны тем людям, которые пришли, но мы видим, кто основную часть, так и должно было быть, основные жертвы понес за абхазию. И после войны тоже. И сейчас, вы посмотрите, абхазцы очень бдительно следят за своим суверенитетом. Ну, значит, нам это государство дорого. Значит, может быть, и понятно, оно во многом от многих государств отстает в развитии в экономическом, социальном, политическом. Но мы этим процессом занимаемся с переменным успехом, понятно, да. С учетом наших возможностей. Но у нас же народ очень маленький. Надо это понимать. Вот. Поэтому, ну, я сейчас хочу на этом остановиться. Там еще какие-то там, я обратил внимание на какие-то комментарии, которые повторяются. Ну, еще один миф... Касается он современный миф. Да. Современный миф. И он сводится к тому, что в реальности Абхазию не было никакой грузино-абхазской войны. Был конфликт Грузии и России, война. И то, что в 92-м году, в общем-то, Абхазы, ну, там вот, как бы, такой цельной позиции в этом плане нет. Есть разделение, да. Там какие-то часть сепаратистов, которым пришли русские и помогли. Или вообще, как бы, чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится. Нас в лесу уже, как бы, не Абхазы. Воевали. Это вот воевала Россия, оккупировала Абхазию. То есть, это не 2008 год, то есть, в 2008 году эта теория, она стала получать, как бы, идеологическую базу после закона об оккупации. Да, пропагандистскую, да. И все это свелось к тому, что вот за каких-то 16 лет, в общем-то, я понимаю, как эта машина работала плодотворно, да, возникла ситуация, что большинство грузин, я просто уверен, да, я там, конечно, социологических исследований не проводил, но тем не менее, я вижу, как бы, знаю, что политики говорят, общественные деятели, там, обычные граждане, да. То есть, они считают, что, большинство считает, что это была грузино-российская война. То есть, при этом они апеллируют, там, а каким вы оружием стреляли? А каким оружием Грузия стреляла? Это такая ситуация была, Советский Союз разваливался. Если кто помнит, в Грузии стоял, в Тбилиси был центр Закавказского военного округа, и вот этот Закавказский военный округ, он, как бы, всеми силами помогал, в общем-то, грузинским вооруженным силам. Это помимо того, что там им передали по Ташкентскому соглашению оружие, да, Бипаев, да, этот был командующим Закавказским. Это было не лишение Бипаева, это лишение тогдашнего российского руководства. Российского руководства, да. Со три дивизии передали. Да, три дивизии передали, но даже после передачи, вот, как бы, вот этот Закавказский военный округ, вот этот Бипаев, он... После передачи, через две недели война началась. Война началась, нет, я говорю, уже в процессе этой войны тоже помощь оказывал Закавказский военный округ. У абхазцев в реальности, вот первые кадры, если смотреть, кто там автомат, один человек автомат держит и 20 человек либо без оружия, либо какое-то охотничье ружье, не более, в общем-то, это, по крайней мере, наверное, показывало бы картину, в какой ситуации находился абхазский народ в тот период. С другой стороны, я помню даже, кажется, Владислав Арзенба говорил, что ни один снаряд, ни один патрон нам никто не подарил, да, то есть это, что все приходилось, в общем-то, приобретать. То есть это была такая ситуация, когда Советский Союз разваливался, это разваливалась и Советская Армия и так далее, и каждый пытался где-то что-то достать, это оружие. Вот советское оружие, советские боеприпасы, арсеналы этого, они были, в общем-то, доступны воюющим странам, воюющим народам в тот период и грузинам, и абхазам. Грузинам было официально? Официально, да, нам неофициально, в общем-то. Но я даже не об этом, о том, об этих арсеналах, я, в принципе, чтобы вот этих иллюзий, наверное, не было, что это была российско-грузинская война. В конце концов, по итогам этой войны Абхазия оказалась в жесточайшей блокаде, и лица там от 16 до 60 лет, они не могли, мужчины, пересечь эту границу. То есть, мы вот в такой резервации оказались, да, там список того, что можно было провозить через эту границу, можно было там уместить на маленьком куточке бумаги. То есть, это была действительно очень жесткая блокада. Если бы, как говорят вот эти комментаторы, это была российско-грузинская война, то вот такой ситуации точно не было бы на границе. И, с другой стороны, очень жесткий был переговорный процесс, и там была ситуация, были ситуации, когда и Москва нам выкручивала руки, да, и там... Ну, что можно сказать? Это, мне кажется, повторяется и сегодня, поэтому надо об этом говорить. Грузинские власти разных всех призывов, они всегда старались решить проблему взаимоотношений с Абхазией чужими руками. Сначала это была Россия, потом надеялись на группу друзей генерального секретаря, то есть страны из Запада. Сейчас опять пошли разговоры, что Россия должна решить. Никто, ну, неужели мы вот все эти годы даже, а это не так давно же происходило, ну, эти попытки все оказались неудачными. Потому что нельзя не учитывать во всех этих раскладах то, что существует абхазская нация, не племя, а абхазская нация, со своим представлением о своей истории, со своей мифологии пусть, да, со своим представлением о принадлежности исторических территорий. И нужно этот фактор учитывать. И у абхазов другой родины нету. Нам некуда уходить, поэтому абхазы будут за это свою страну бороться. Как они уже делают это 30 с лишним лет? По-моему, наш народ вообще такие примеры стойкости демонстрирует в разных ситуациях. По крайней мере, это должно разумным, трезвым людям внушить, что абхазы, считаем мы их, они существуют, не существуют, прилетели из какого-то космоса, неизвестным образом здесь оказались, но это субъект отношений. Да, у нас особые отношения с Россией. Да, мы смогли выстроить такие отношения во время войны со своими соседями, которые пришли нам помогать. Да, мы смогли, в отличие от грузинских политиков того времени, выстроить отношения с другими народами, которые в Абхазии проживали. Но это же политическое тоже говорит о политическом искусстве определенном, наверное. Надо с этим как-то вопросом считаться. Там еще какие-то мифы, что как будто абхазы в советский период пользовались каким-то особым попечением. Нас даже во время Великой Отечественной войны на войну не брали. Хорошо известно, это все цифры известны. В период Великой Отечественной войны абхазов было порядка 60 тысяч. Свыше 5000 абхазов погибло во время Великой Отечественной войны. Это почти 10% населения общего. А сколько погибло, если брать мужское, молодое население? Абхазы колоссальные потери понесли. Никто нас особо не берег. Такого не было в Советском Союзе, чтобы кого-то особо берегли и в армию не призывали. Все и в Советской армии служили после войны Великой Отечественной. То есть это тоже... Или допустим, что абхазам подарили какие-то национальные институты. Но слушайте, за все эти институты абхазы боролись. И за то, чтобы абхазский язык имел статус государственного абхазско-автономной СССР. Абхазско-автономная СССР, кстати, была советским социалистическим государством. Это тоже, пусть с урезанным суверенитетом, но государство было в составе Грузинской СССР. Университет в результате волнения получили. В результате акций протеста. Абхазское телевидение, это же все добивались ценой каких-то массовых выступлений. Это не потому было сделано, что нам кто-то что-то хотел подарить, а мы не благодарны. Ну, я бы, знаешь, о чем хотел бы все-таки, я сейчас не стал бы уже конкретизировать, дальше конкретизировать вот эти мифы, которые есть. Ну, какие-то наиболее устоявшиеся надо все-таки обсуждать. Обсуждать, да. Я думаю, они должны обсуждаться и в грузинском обществе тоже. Если мы хотим прийти вот к той точке, где мы хотим понять, где у нас начался конфликт, где начались у нас противоречия, вот, разобраться, вот что называется, сбор полетов сделать. Мне кажется, в этом грузинское общество нуждается тоже. Ну, я бы, я речь веду в рамках этой передачи, чтобы сейчас не углубляться, да, но я бы хотел бы все-таки, наверное, все-таки понять природу, как бы, этого развития, этого мифотворчества и соотношение ее там с риторикой, допустим, грузинской власти, да, то есть, даже Михаил Саакашвили иногда говорил, наши грузинские, наши абхазские, осетинские братья, да, то сейчас тоже нынешняя власть красиво стелит, да, там. Ну, братьями нас и оппозиции тоже. Да, да, да. Ну, то есть, называют, но вот, как бы, когда все касается вот какой-то конкретики, право, допустим, абхазов на собственное государство, право абхазов выбрать собственный какой-то путь и так далее, право абхазов сказать, что, ребята, в конце концов, у вас с нами был конфликт, то есть, нам, как бы, вот это вот, наши братья уже идет вот какой-то, уже опускаются вот таких до, плод до оскорблений и так далее. Почему вот так происходит? Почему с одной стороны нас говорят, призывают, ребята, наши братья, пойдемте мы в Евросоюз, как это сделал Кобахидзе, пример, в день грузинской независимости 26 мая, когда он заявил о том, что к 30-му году со своими братьями осетинами и абхазами Грузия уйдет, вступит в Евросоюз, а дальше смотришь, в общем-то, на низовом уровне совершенно другая атмосфера, с другой стороны, вот что-то по отношению к этим братьям, ну, кроме того, что там за международные деньги лечат в основном абхазов, которые ездят в Грузию на лечение, и это единственная реально работающая такая программа, другие программы по своей продуктивности, по своему выхлопу, они по большому счету приближены к нулю, но вот, когда человек стоит на смертном адре или что-то вот вроде этого, он хоть душу дьяволу продаст, я говорил всегда, да, то есть, если он решился поехать лечиться там в грузинскую клинику, то есть, врагу, там, то это значит, вот какие-то обстоятельства, да, но по другим программам, вот таким, которые были придуманы, как бы правительством Грузии, вот, как бы вот этой дружбы как-то и не прослеживается, да, но весь смысл этих программ заключается, ребята абхазцы, приходите с нашей ручки, да, там, покормитесь, это, мне кажется, достаточно оскорбительно, когда тебя обложили со всех сторон санкциями и так далее, и вот так относиться к тем людям, которым ты хочешь, которые ты хочешь, чтобы они с тобой жили, то есть, когда по отношению к Абхазии действуют всякого рода санкции, там, нельзя торговать, нельзя перемещаться и так далее и тому подобное, называют нас оккупированными территориями, при этом активное, идет активное экономическое сотрудничество с той страной, которую Грузия называет оккупантом. То есть, вот здесь логика как-то, какая-то достаточно странная логика выходит. Это, ну, во-первых, грузино-абхазский конфликт, он уже больше является фактором внутренней политики и пропагандистским дискурсом, за которым часто ничего не стоит, кроме пропаганды. Конечно, пропаганда, длительная, одна и та же пропаганда, она оказывает влияние на мозги. Конечно, есть вот определенные нюансы в том, что говорят грузинские оппозиционеры, и то, что говорят мечта, но мне кажется, дискурс мечты, он все-таки более прагматичный. Вот это надо признать, потому что я вот слушаю, что, допустим, та же президент Грузии говорит, пытается сравнить с тем, что там в Украине происходит, в Абхазии происходит. Слушай, ну, в Абхазию не его императорское величество, в Олимпгвардии и Семеновский полк вторгся, а грузинские войска во главе с Тенгизом Китавани и с Каркарашвили, вот, это тоже надо помнить. И население местное, грузинское, их в основной массе встречало цветами, то есть одобрительно. То есть это произошло в результате длительной националистической пропаганды, разжигания образа врага. Конечно, если осуществить вот такой исторический экскурс, конечно, у нас нету древних каких-то корней такого вражды. Это все происходило в течение 20 века. У нас не особых религиозных противоречий не было. Вот, и более того, вот сейчас часто говорят, вот тоже один из мифов, грузины на территории Абхазии коренное население. Если брать исторически, Абхазы вообще никак не контактировали с грузинами. Те, с кем мы контактировали, непосредственно, и меняло, и движение происходило в ту и в другую сторону, это были мигрелы. Если сравнить материальную культуру тоже, быт мигрелов и абхазов, они гораздо ближе, чем у мигрелов с восточными грузинами. Антропологически абхазы и грузины, абхазы и мигрелы более близкие народы, чем мигрелы и грузины, допустим. Вот, то есть, да, в языковом отношении мигрелы это картвельский народ. Но тоже очень, более двух с половиной тысяч лет самостоятельного развития у этого языка. Вот, его сейчас пытаются представить, что это диалект грузинского. Но диалект хотя бы должен быть понятным. Но это другое, это вообще не затрагивает. Мигрелы считают себя частью грузинской нации. Это же политическое образование нации. Исваны считают себя частью грузинской политической нации. Но это разные этносы. Так вот, абхазы исторически взаимодействовали, прежде всего, с мигрелами. Другая тоже там пишет, что в абхазских храмах есть надписи на грузинском языке. Да, и на монетах абхазского царства надписи на грузинском языке. Но вы возьмите монеты современной Великобритании, вы там не на английском надписи увидите, там, где портрет монарха, а на латыни. Что из этого мы сделаем выпад? Вывод, что в Англии живут древние римляне. Латынь до XIX века основным языком европейской нумизматики была. Надписи в храмах у нас и на греческом есть, и на Сантовруле есть надписи. Да, пользовались в абхазском царстве, пользовались грузинской письменностью и грузинским письменным языком. Это было, пользовались так же, как в Германии пользовались латынью. Здесь это ни о чем не говорящая вещь. Если мы будем вот этим заниматься, я вообще считаю, что как можно... История, она должна... Это все-таки наука. Ей все-таки должны заниматься профессионально. Понятно, всегда есть соблазн свою политику оправдать какими-то историческими обстоятельствами. Но нужно исходить из реалий. Все-таки, чтобы мифология, без нее, конечно, не обходится, нация не может существовать без своей мифологии. И у абхазов есть своя мифология. Если потом мы сделаем передачу, поговорим про абхазскую мифологию тоже, относительно грузин. Она тоже существует, конечно. Мы должны понять, что существует грузинское государство, есть абхазское государство. Есть абхазский народ, который хочет, чтобы это государство существовало. Вот он считает, что это гарантия его сохранения и выживания. Вот из этого обстоятельства надо исходить. Когда выстраиваешь отношения, если ты хочешь выстроить. Это все разговоры про братство. Это из области советской национальной политики. Никому же не приходит в голову сказать, что англичане и немцы это братские народы. Хотя это родственные народы. Никому же в голову этого не приходит сказать. Вот это братские народы англичане и немцы. Оба германские народы. Так что это все из советской идеологии про братские народы. Эти сами фразы сами по себе ничего не значат. Потому что больше всего, если взять историю любого народа, у него проблем как раз больше всего с соседями и с так называемыми братскими народами. Потому что с кем он больше конфликтовает за ресурсы, за феодальные какие-то надевы, за грабить в конце концов. Кого поближе всего пойдут? Своего соседа. Исторически это вот такие были у большинства народов взаимоотношения друг с другом. И в Германии постоянно эти феодальные государства друг с другом враждовали. Абхазские феодалы постоянно друг с другом враждовали. Наш владитель, пользуясь родственными отношениями с убыхами, натравливал их на абхазских князей, в том числе по фамилии Шервашидзе. Вот, кстати, тоже странно. Абхазы, спуская абсуицы, спуская с гор, уничтожили всех абхазцев, а аристократию почему-то не тронули. Во всем мире, в первую очередь, кому отрывают голову, это аристократия. А крестьяне, это ресурс тоже. Это рабочие руки, они будут работать на захватчиков. Почему-то в этом случае аристократию не тронули. Или абхазцы были такие абсуицы эти мифические, такие были народ такой мирный, такой покладистый. Вот пришли, давайте мы у вас будем жить. Но вы же видите, что абхазцы не такие по своему характеру. Не такой уж покладистый народ. Очень трудный, сложный народ. Не выносит. Да, часто очень сложный народ. Абхазским властям не позавидуешь. Так что, был такой очень важный момент. Грузины всегда абхазов знали хуже, чем абхазы и грузины. Это тоже следствие мифологизации своей истории, своей роли в истории. На самом деле, ну что мы, да, мы древние народы. И картвелы древние народы, и абхазы древние народы. Давно существуем здесь. В мифологию даже попали древнегреческую. Вот наши предки. Но не такой-то уж это наш регион очень важный для всего человечества. Он для нас должен быть важным. Мы здесь должны создать для себя мирные и комфортные условия жизни. Не душить себя под предлогом того, что кто на... В конце концов, ни один народ прямо из бактерий не превратился в ящеров. Из ящеров в этот народ. В абхазов или в грузинов. На том месте, где были. Все когда-то куда-то пришли. Эти движения происходили. Наша родина Африка, хомо сапиенсом. Историческая наша родина. Так что надо эти вопросы оставить специалистам. Подумать, исходя из прагматических наших интересов. Чем мы могли бы быть друг другу не вредны, а полезны. В этом смысле я хотел сказать, что определенные надежды и политика грузинской мечты внушают. Я вот сейчас вижу уже в следующих комментариях. Да, историк Астамур, абхазский историк Астамур Таня сказал, что абхазы вышли, пришли из Африки в Абхазию. Это не только я считаю. Нет. Вообще, все человечество в реальности считается, что вышло оттуда, с Африки. Вот когда-то появится новая еда. Я думаю, что вообще первый человек появился в Гудаутском районе, в селе Дурибш. В Берчину или в Хаперне? Ну, потому что Дурибш более древнее. Не знаю, мы, кажется, в Фапции смотрим чуть сверху вниз. Это у Абхазов же тоже идет спор. Ясно, что земная ось проходит через Абхазию. Да, все вокруг. Но просто не лишен вопрос нашими учеными, через Абжуйскую Абхазию проходит или через Бзыбскую. Вот это не лишенный пока остается в научных руках вопрос. Для уже абхазского мифотворчества этот спор, наверное, все-таки я бы хотел бы все-таки в сегодняшнюю реальность вернуться. И даже не к мифотворчеству, не к грузино-абхазскому. Вопросу, конфликту. Я бы хотел все-таки в контексте того, что ты, помимо того, что являешься историком, ты входил в комиссию по реформированию Конституции. Ну, ты знаешь, ничего страшного. Ты входил в комиссию, в президентскую комиссию по реформированию Конституции. И сейчас представил президент в парламент свой вариант Конституции. Я знаю, что этот вариант отличается от того, что Конституционная комиссия выработала, рекомендовала президенту. В чем отличие? И я бы хотел, чтобы ты вкратце прокомментировал твой взгляд на президентские инновации. Ну, что прежде всего хочется сказать. Вначале говорили, что это проект комиссии. Сейчас, слава богу, стали писать, что проект разработан на основе предложения комиссии. То есть, есть нюанс. Ну, это там в духе того, тебе бах, нравится? Нет, Гая. Почему? Ну, сосед напел, не понравилось. Там существенное отличие между этими проектами. Самое главное, комиссия не предлагала распуска парламента. Потому что это механизм, который сделает ситуацию, политическую конструкцию в Абхазии еще хуже. Потому что если смотреть за нашими событиями, как происходит у нас... То есть, вы рассматривали этот... Мы рассматривали, пришли к выводу, что это будет механизм в руках исполнительной власти для искусственного создания парламентских кризисов в целях распуска неугодного состава парламента. Это очень вредно для Абхазии. Потому что реально, если посмотреть, у нас все кризисы лишает неисполнительная власть, которую все полномочия у нее есть по Конституции, а почему-то лишает парламент. Кстати, я был очень удовлетворен реакцией наших депутатов. Они сразу высказали свою позицию, что они эту идею не поддерживают. И скорее всего, я тоже согласен с тем, что нельзя здесь это все делать очень в авральных каких-то темпах. До выборов здесь точно не успевается. Мы свой проект предложили в 2022 году. Мы рассчитывали, что это невозможно сразу перейти от действующей Конституции к Конституции с поправками. Здесь нужен механизм введения этих поправок в действие. Потому что у нас куча всяких законодательных актов, которые связаны с деятельностью Кабинета Министров, как коллегиального органа власти. И это же все надо поменять. Поэтому мы думали, что если возьмутся за работу в 2022 году, после того, как мы проект предложили, то к концу полномочий действующего президента, этот пакет будет разработан и введем в силу уже после выбора. Чтобы не произошла правовая политическая дестабилизация в стране, не нарушилась система управления. Сейчас это невозможно сделать. Это первое, что я хотел сказать. Поэтому я думаю, что никакой конституционной реформы в ближайшие сроки осуществить не получится. И это и хорошо, потому что с этим нужно вопросом к этому серьезно нужно подходить, взвешивать. Поэтому меня, еще раз говорю, меня удовлетворила позиция наших депутатов. Они задали много вопросов. Конечно, в отведенное время мы на все эти вопросы ответить не могли. Это нужно продолжать работу. Это первое. Второе. Честно говоря, на фоне того, что существует опасность того, что наш народ, наше общество утратит контроль над своей экономикой, это вопрос конституционной реформы вообще вторичен. Может, какая угодно распрекрасная будет конституция, но если ты не контролируешь свою национальную экономику, это никакого значения не имеет. Значит, ты не можешь обеспечивать, чтобы экономика служила росту твоего творческого потенциала, демографического потенциала, развитию культуры, языка, всех этих важных направлений. Поэтому вот это вопрос первоочередной. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, происходит там в туристической области что-то происходит, там в других областях, нам нужно все-таки, нам нужно определенное и в известной степени национальное согласие в том вопросе, что контроль за нашими, за нашей экономикой мы должны сохранить в своих руках. Это не значит, что мы инвесторов не пустим. Но есть сферы, где прекрасно наши люди работают, та же туристическая сфера или, допустим, гостиничный бизнес. Можно, конечно, запустить сетевиков в торговлю, допустим. Он придет в сетевик какой-нибудь, уронит все цены на товары, все наши торговые точки разорятся, и потом он будет полным хозяином торговли в Абхазии. Это любого всего касается, и туру, услуг, и чего хочешь. Если мы хотим, чтобы наше государство существовало, не остались от него рожки до ножки, и там флаг, герб, и пару танцев, мы должны прежде всего это защитить. А и сказать инвестору, вот сюда можно прийти, вот в инфраструктуру, пожалуйста, прийти. Или монополии нельзя создавать, допустим. Нельзя одному и тому же инвестору взять и продать все гостиницы в Абхазии, допустим. Потому что создает в одних руках, фактически получается, что он может диктовать свою волю политику Абхазии. Своей политике Абхазии он может диктовать свою волю. Это же не бином Ньютона. Это же через это все прошли. Мы видим, есть народы, которые это, кстати, не пережили. Если это маленький народ, у него есть такая угроза не пережить такие катаклизмы. И будет и внутриполитическая нестабильность нарастать на этом фоне. Мы это тоже должны понимать. Потому что, как говорил Иосиф Вестарионович, по мере строительства социализма классовая борьба обостряется. Но по мере строительства капитализма еще больше обостряется. Поэтому возникает желание забор построить, допустим. Это вечная борьба от низов и верхов и так далее. Но я буду завершать нашу передачу. Мы говорили сегодня о мифотворчестве, в основном грузинском. О том восприятии грузин об Абхазах и об абхазском восприятии, о грузинском взгляде на Абхазов. В гостях у нас был историк Астамур Таня. Я Инал Хашик. Буду прощаться с вами. Напоминаю, что нас можно будет посмотреть на YouTube-канале Чигемская правда. На странице Facebook одноименная Чигемская правда. На сайте газеты Чигемская правда Чигем.су. Иногда читать мои комментарии в моем личном телеграмме Инал Хашик Чигемская правда. И я буду прощаться. Спасибо. До свидания. Астамур, удачи. Продолжение следует...